Вопрос. Мы оба до вечера работаем. Приходя домой, должен ли муж помогать в домашних делах, или это обязанность жены? Ну, я думаю, по ходу этого служения, если бы вы были внимательны, то на этот вопрос было отвечено. Как вы думаете, должен помогать или нет? Должен, да. Два места писания. Экклесиаста, 4 глава, 9 стих. Двоем лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Так, трудимся, где-то мужу помочь надо, где-то нужно жене помочь. И это нормально. Эфисянам, 5 глава, еще одно местописание, 28 и 29 стих, тоже Слово Божие нам об этом, ну, тоже дает ответ. Эфисянам, 5 глава, 28 и 29 стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Я, ну, если я люблю ее, как себя, хотел бы, чтобы мне жена помогала, я хочу, чтобы помогала. Если я люблю ее, как себя, то, естественно, я буду и ей помогать. Ибо никто никогда не имел ненависти к своему телу, к плоти, но питает и греет, как и Господь церковь. Думаю, что тут нормально друг другу помогать, и это скрепляет семью и благословение в семье. Друзья, здесь скроется некоторая опасность, что ребенок привыкнет, и немало случаев на этот счет, чтобы ему платили. И когда ему уже 15 лет, он говорит, а что мне за это будет? И то, что ему было достаточно в 10 лет, в 15 лет уже это не работает. И переживают матери, бабушки особенно в этом бывают, простите, но бывают где-то повинны. И переживают очень, что теперь делать, как помочь. Вообще, дети должны воспитываться так, что они обязаны воздавать должное родителям. Один сын взрослый посетил своих родителей, и не с пустыми руками. И родители спрашивают, что это такое? Он говорит, я пришел рассчитаться с долгами, рассчитываться. Какие долги? Ты нам ничего не должен. А Библия так говорит, воздавать должное родителям. У кого живы родители, мы обязаны воздавать должное. И своих детей этому тоже учить. А так, получается, дети, как заложники берут родителей, и мама уже так переживает. Я открыто молодежь спрашиваю, у вас родители послушные? Они говорят, да. И некоторые говорят, а пусть попробуют не повиноваться. Это я не придумал. Я в некоторых местах, я удивился, думаю, а ну проверю. В одном, в другом месте. Они открыто говорят, да. Я говорю, а что случилось? Новое Евангелие у нас появилось в народе. Что родители слушаются своих детей, повинуются. И пусть попробуют не повиноваться. Поэтому на это нужно обращать внимание в воспитании. Да, может быть, там как что-то особое по усмотрению родителей. А так вообще опасность большая. Деньги человеку должны приходить через труд. Они должны знать цену, как они зарабатываются, деньги. А вообще поощрять другие методы желательно. Можно ли детям показывать мультфильмы, в том числе и на развитие логики? Друзья, это намного легче, чем воспитывать. Включил, разные есть. И на первый взгляд безопидные. Ребенок смотрит и может часами смотреть. Вот у нас меньше ребенок. Ему в мае будет 2 года, 11-й. И он, ну не знаю, или нам так кажется, как-то отличается от всех детей. Своей подвижностью, энергичностью. Мы очень рады. Он имеет много здоровья и сил. Но он не дает спать ни днем, ни ночью. У него столько энергии. И он нас к себе серьезно привязывает. Его оставить без присмотра опасно. И вот по очереди старшие там с ним. Вот тоже устают бывает. И вот один из сыновей, значит, он с ним. Ночь, кричал ребенок и вдруг перестал. Я пошел посмотреть, почему он перестал. А ночью нужно было встать. Там нам по работе рано, нужно вставать. И будильник. Сын у нас на телефоне поставил будильник. И он этот телефон достал. И он играется с этим телефоном. Вот. Тишина, тишина. И он так смотрит на меня, просящий, чтобы я не отбирал. Вот. И вы знаете, ну нельзя же это. Нельзя. Ну а я вспомнил, почему я встал. Он мне позвонил. Он нажал. И я еще говорю жене, слушай, телефон в соседней комнате. И звонит мне, что такое ночью. Ну да, он нечаянно нажал. Конечно, нечаянно. Два года он не это. Вот. Оказывается, мне двухлетний позвонил. То есть, ему два года нет. Вот. И папа бодрствует. Потому что со мной проблемы будут. Вот. Поэтому будем находить время. Вот. Это естественное время, которое мы отдадим ребенку. Оно ничем незаменимое. И оно очень важно. Последняя статистика, она вот о чем говорит. Что отец с детьми семь минут в день проводит. Это катастрофа. Но это заметили. Это средняя такая статистика. Семь минут в день. Это не в среде верующих. А вообще вот в обществе. Вот. Исследовали. И пришли к этому выводу. Печальнейший вывод. Будем находить возможности и время для того, чтобы заниматься с детьми нашими. И еще одинаковые записки, мне кажется, что одинаковые. А может и нет. Братья, подскажите, правильно ли с детьми подростковая средняя группа посещать детский братский домик и дать им возможность покататься на ледяной каток, на батуте, показать детям морской вокзал. Заранее благодарю. Дети очень любят, если у нас с ними общения разнообразные. И дети семьи нашей, и дети церкви. Если даже это один из методов воспитания и поощрения воспитателей используют. Вот мы готовим программу и выучим так, чтобы без листочков рассказывать. И споем хорошо, и постараемся. Вот. И они стараются, и будет поощрение. И согласовав с руководством церкви, со служителем, с родителями. И какую-то поездку организовали для детей. И в этой поездке элементы разнообразия такого вот есть. И там побыли, и там порезвились, и посетили, и пользу принесли. И дети очень рады, и им нравится, они хотят, спрашивают опять. Вот. Поэтому учитывайте, что целесообразно, правильно, здраво, вот, чтобы было хорошо. Но есть некоторые переживания. Например, мы как-то с молодежью посетили крепость в Белограднестровске. Стоит посетить, есть интересно, и для детей, если с группой подростков посетить, или с молодежью. Ну, и некоторые молодые юноши, они поднялись там наверх, пошли, там, где нельзя было идти. Они шли, шли. Чем дальше, тем им было интереснее. А назад не могут возвратиться. А прыгать вниз, около пяти метров высота. И эти камни все сунутся, все сыпется. Я испугался, думаю, сейчас случится какое-то бедствие. Вокруг камни, все такое неровное. Сейчас упадут эти два юноши, а третий тоже стал, шел за ними. И что теперь делать? Идти ловить их, жить хочется тоже, чтобы не покалечиться. Что делать? Вы знаете, я просто вопиял до Бога. Чудом как-то они не обрушились, не разбились. Вот. Поэтому в поездках, в путешествиях есть. Мы несем ответственность и перед детьми, и перед родителями. Чтобы имя Божье не было в порицании. Такой вопрос. Много появилось настольных игр. Можно покупать эти игры и заполнять ими досуг ребенка? А также, можно ли ребенка отдавать в разные спортивные секции? Друзья, в спортивные секции не стоит отдавать ребенка. Существует немало опасностей от этого, потому что там есть определенная цель, для чего это все, и это отдельная тема об этом. А вот насчет игр, нам стоит на это обратить внимание, чтобы были для детей игры. Я как-то читал, что в Германии разработка шла над одним, ну, в будущем там завод какой-то будет строиться, и там нужны будут специалисты. Но для этого игрушку выпустили, и игрушку продали в магазинах. И дети будут играть с этой игрушкой, а потом, потом она имеет значение для них, что они потом эту профессию будут приобретать, и на этих заводах будут работать. Я удивился, как люди наперед думают, наперед, вот, и продают игрушку, то, чего еще нет. Но эта игрушка уже интересная для детей, эта игрушка уже увлекает, эта игрушка на них уже и влияет, формирует их мышление, а потом они, конечно, пойдут там учиться и работать, и польза будет. Вот, они влияют. Вот есть, вообще об играх в Священном Писании есть сказано, читаю Захарий, 8 глава, 5 стих. «Улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его». Я с материала сейчас прочитаю, это новая книга, скоро будет издана, может, в течение двух лет нашим братством. Называется «Методика», она у меня в сыром варианте, она еще не прошла все, что там должно быть в издательстве. Значит, играющие дети – признак Божьего благословения над народом, которое приносит спокойствие и мир. Игра. Что такое игра? Вид деятельности, ценность которого заключается в самом процессе, а не в результате деятельности. Потребность ребенка в играх и игрушках появляется в очень раннем возрасте, примерно с трех месяцев после рождения. Игры и игрушки – воспитатели ребенка. Они оказывают влияние не только на физическое и умственное развитие, но и на формирование его характера. Например, подвижные игры, эстафеты служат физическому развитию, а конструкторы, пазлы умственно развивают ребенка. Куклы, машинки определенным образом могут оказывать влияние на его характер. Нередко бывает, что в одной игре сочетается несколько аспектов влияния. Задача родителей состоит в том, чтобы, удовлетворяя потребности ребенка, не причинить вреда его душе или здоровью. Выбирая игры и игрушки, важно учитывать, какие понятия и качества характера они будут формировать в ребенке. Детство не бывает без игры. Лишить ребенка возможности играть – значит отнять у него детство. Бог устроил так, что ребенок познает окружающий мир и учится всему через игру. Родители могут эффективнее влиять на детей, если они играют с ними. Друзья, это сложно для нас. Один из братьев рассказывал в свое время, что он с женою пошел на спевку хора, а дома остался Иван Яковлевич Антонов, ну это его тесть, по-моему, был, остался с детьми. И играл он с детьми, и у детей Иван Яковлевич проиграл. А кто проиграл, тот должен был ползти под стульями, вот стулья сложены. И вот они, когда со спевки пришли, Иван Яковлевич ползет, вот, а дети все в напряжении. Потом однажды Иван Яковлевич приехал, этот же брат рассказывал, приехал с поездки. И был настолько усталый, что с внуками играть не захотел, он усталый. И он лег спать и заснул. Но дети устроили игру. Игра называлась «Похороны дедушки». И под самый трогательный момент Иван Яковлевич проснулся. Вот, последняя была погребальная тема. Вот, прах ты и прах возвратишься. И он проснулся. Так что, если мы с ними не будем играть, они с нами будут играть. И найдут как. Ну, я так не хотел сказать. Живите. Все. Братья и сестры, если мне излагать тему, которую я готовил, то вы будете делать, как я в детстве иногда делал. Если проповедник или служение затягивалось, я молился. Господи, помоги этому брату сказать аминь. Поэтому я прочитаю только один стих. Мы сегодня с вами имели богатый духовный стол. И Господь нас питал. И пища была разнообразная. И мы с вами, каждый, я уверен, получили для себя благодать, обилие Божьей благодати. Поэтому мы вместе и Бога поблагодарим. А текст, который я буду читать, это послание евреям. Тринадцатая глава, шестнадцатый стих. Не забывайте также благотворения и общительности. Ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Почему в этом тексте употреблено слово «жертвы»? Потому что, друзья, оно связано с жертвенностью. Потому что для этого нужно найти время, которое так дорого. Для этого нужно найти силы, которые тают порой. И так хочется прилечь, отдохнуть хоть немного. А это жертва. Жертва, и сказано, не забывайте, благотворение. И я больше хотел обратить внимание общительности. «Как тоскует порой жена, если муж с нею не общается». До того, как мы с вами в семью вступили, как нам хотелось общаться. Нам, правда, не разрешали, но нам очень хотелось. Когда нельзя, мы сильно хотели. А когда можно, в одной местности пришлось участвовать. Одна из деталей была поцелуи. Я говорю, братья и сестры, вам можно целоваться. И вы знаете, люди возрадовались. Они были в восторге. Я говорю, вы имеете полное право. Вас за это никто обличать не будет. Никто не будет спрашивать из служителей. Вы же там не целовались. Можно. Это нужно делать. А вот, друзья, смотрите, о чем Писание говорит. Не забывайте общительности. Чтобы в семье нам находить время для общения друг с другом. Кто-то сегодня отмечал такое, что молятся муж с женой вместе. Это правильно, это хорошо. И общение вместе. Общение с детьми. Общение между семьями. Общение в церкви. Общение вот как сегодня. Друзья, сколько для нас благословений. Да, это жертва. И для нас с вами сегодня тоже жертва. А может быть, для кого-то серьезная жертва. Такая, ну, ощутимая жертва. И люди все оставили. И пришли, и имеем общение. Разве мы об этом пожалели? А перерыв, вот, объявляют перерыв. И если бы не позвали после перерыва, до сих пор бы общались. И не было бы так, чтобы кто-то подошел и сказал, братья, нам уже нечем заняться. Посмотрите на время. Пора давно общение проводить. Начинать служение. Не было бы этого. Потому что потребность у человека иметь общение. Бог создал человека для общения. Вот у меня есть один материал о погибели. Вот он, библейский такой материал, что представляет собой погибель. И там одна из мыслей, что там не будет общения. Человек будет лишен возможности общения. И несколько оснований. Одно из оснований. Вот, богатый человек, когда Христос рассказал об Аде, и он говорит, у меня пять братьев, пусть они сюда не приходят. Представьте себе. Ну, в ужасных страданиях человек, близкое лицо хотел бы увидеть, родственник, какое-то утешение. Здесь они не нужны. Там общения не будет. Друзья, будем находить время для общения друг с другом. Для общения с детьми своими, для общения в церкви будем находить время, для общения, таких вот общений посещать. Хотя это трудно, все заняты, как-то работаем, стараемся. Но Священное Писание говорит, не забывайте. И еще здесь такая мысль. Таковы жертвы, таковые жертвы, благоводны Богу. Скорее всего, это самое сильное стимулирование или побуждающий такой элемент. Этого хочет Господь. Это Богу приятно. Сегодня Бог на нас с вами смотрит и радуется. Господу нашему это приятно, что мы с вами собрались на общение для семейных. Поэтому мы сейчас Бога поблагодарим. Кто желает, помолимся. За это общение поблагодарим Бога. Попросим, чтобы те истины, которые мы слышали, что-то, возможно, для нас было новое, что-то повторилось в нашем сердце, напоминанием было, чтобы Господь утвердил. А также хотелось бы нам разъехаться с таким домашним заданием, чтобы иметь больше времени или находить время для общительности. Вот такое задание возьмем до следующего семейного объединения, которое будет через год. У нас общения будут еще по лагерям, семейные лагеря будут. А такое объединение у нас обычно раз в год. И вот такое задание. Добавим времени. Если у нас было там полчаса в день, добавим еще полчаса. Задание такое возьмем, семейного общения. А потом, может быть, Браджора продлит, свою тему продолжит и нас об этом спросит. Так что помолимся Богу, кто желает, преклоним колени. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok